Чтобы добавить силу, гибкость, ловкость и выносливость. С пловцами в клубе «Форма» дополнительно работают наставники по гимнастике и кроссфиту. Результаты не заставили себя ждать. На чемпионате Украины среди юношей и девушек в Днепре два золота на спине в дистанциях 100 и 200 метров выиграла Екатерина Караниколова. До этого она также успешно выступила на международном турнире в Беларуси и привезла две бронзы. Два года назад, когда я еще не участвовала в чемпионатах Украины, тренер моя Нина, она посмотрела то, что мои результаты ближе к призам именно на этом стиле, на спине. Поэтому решили плавать, что я буду плавать на этом стиле. И вот на дистанции 200 на спине мне удалось выиграть за счет своих выходов. Это подводная часть. Мне немножко не хватило уже на последних 25 метрах. Меня уже начала девочка нагонять, Елизавета Чербакова, но все-таки мне удалось выбрать, выиграть и касание. А до дистанции 100 на спине я тоже смогла выиграть за счет выходов. Первым мастером спорта всей системы высшей лиги стал Денис Захарченко. На чемпионате Украины он стал четвертым в 100 метровке бутерфляем и пятым на 50 метрах дельфином. В целом турнир прошел хорошо. Моя дистанция, на которую я выполнил мастера спорта, была во второй день из трех. Первый день я показал достаточно хороший результат на 50 метров вольным стиле. И уже примерно понял, что у меня есть шансы на то, чтобы взять мастера спорта. И честно, я сам не ожидал от себя, что я смогу выполнить этот мотив. Но я был уверен. Спасибо большое Нине и всем тренерам, которые помогали мне добиться этого результата. В комплекс подготовки ребят входит три раза в неделю занятие по общей физической функциональной подготовке с тренером по хроссфиту Дмитрием Миху. Один раз в неделю тренировка, которая называется пилаты с Барановой Татьяной. Туда входит и растяжка, и стабилизация тела. Один раз в неделю с тренером по художественной гимнастике. Да, мы растягиваемся как гимнасты. У Дениса восемь раз в неделю плавания, а у Кати только пять раз в неделю плавания. Система подготовки и тренировочный процесс спортсменов стали нововведением в клубе. С ними дополнительно занимается сертифицированный тренер по кроссфиту первого уровня и выступающий атлет Си Энерджи Дмитрий Миху. В этом году он стал призером на престижных соревнованиях в Болгарии и Греции, а также победил сильных соперников в Израиле. Кроссфит сам по себе – это тренировка, которая включает в себя функциональные движения. Мы развиваем разные физические качества человека. Главное – это, конечно, повысить работоспособность в любых движениях. Вот я сейчас готовил пару ребят-пловцов, которые заняли призовые места на чемпионате Украины, стали мастерами спорта. Моя задача была от их главного тренера по плаванию – это повысить работоспособность, что я постарался сделать в их диапазон времени. Подтягивают пластику пловцам и тренеры по чирлидингу. В этом виде спорта один из самых массовых клубов в области, которые представляют пять команд, признали лучшим в стране. Команды «Даймонд», «Голстар» и «Вок» успешно выступили на чемпионате Украины, а самые младшие привезли медали из Греции. В Греции это наш последний старт, к которому мы вернулись буквально два дня назад. У нас ездили впервые наши самые маленькие дети. Это дети фитнес-клуба «Форма». Исключительно эти дети не в составе сборной, а самостоятельно поехали впервые на такой серьезный старт. Они участвовали в категории «Дети до 10 лет». Они принимали участие в четырех номинациях. Это команда «Помпон», команда «Джаз», «Дуэт пом» и «Дуэт джаз». В двух номинациях командных мы взяли абсолютно первое место. Безусловные победители. В дуэте, в «Джазе» они были первые, в «Помпоне» были вторые. Кроме того, отметим результаты бодибилдеров, которые параллельно выступают и тренируют. Владимир Багаев выиграл «Евро» по классике, а Дмитрий Марченко стал чемпионом страны. Начался сезон так не сильно. В чемпионате Харькова стал третьим, на чемпионате Украины тоже третьим. Сделал форму лучше и выиграл чемпионат Европы. Условия – это очень важные. Условия должны быть максимально удобные. Для этого нужно хорошее оборудование. И у нас это все есть. В данном случае мне повезло с клубом, который меня поддерживал. По достижениям это абсолютный победитель чемпионата области, то есть Кубка Южного региона, чемпион Украины по бодибилдингу в категории до 90 кг в этом же году. И мы поехали на чемпионат мира, в котором я вошел в топ-10 и занял 9 место на чемпионате мира. Тренируюсь я на базе тренажерного зала «Затерянный мир». Очень доволен оборудованием, которое есть. То есть есть вся линейка тренажеров, есть все условия для подготовки как на чемпионаты страны, так и для спортсменов, которые готовятся на чемпионаты мира. Еще одна представительница и тренер формы Анджелика Тирлюга в этом году была признана лучшей каратисткой в истории в категории до 55 кг. Сейчас она возглавляет всемирный рейтинг ВКФ и является одной из главных фавориток в борьбе за олимпийскую лицензию. В этом сезоне на семи этапах премьер-лиги трехкратная чемпионка Европы взяла пять золотых и одну бронзовую медаль. А на четырех этапах серии А – золото, серебро и бронзу. К олимпиаде ей предстоит преодолеть еще шесть этапов. Дмитрий Богомолов, Феликс Виноградов, телеканал «Репортер».